Девушки отдыхают 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 а ты что что такое запоминать помочь что что такое то ли пила интересно что запомнил кошку и маму и других животных в каком интересном ряду стоит тебя мама так мы размяли пластилин сделали вы более податливым теперь мы должны сделать шарик катаем шарик в руках хорошенько для того чтобы он был более гладким аккуратны чуть-чуть нужно придавливать дать надавливаем чтобы он был такой аккурат ну нет ну не лепешку смотри две ручки и вот так и стараемся его катать в одной точке хорошенько очень полезный материал особенно когда вы катаете в ручках не разрешаете своим детям катать пластилин на доске то есть этого не будет особо пользы а когда пластилин разминают руками катают различные фигуры в руках это способствует быстрому развитию моторики моторика как известно напрямую связано с речью то есть чем быстрее будут работать руки тем быстрее ваш малыш заговорит все готово так хорошо теперь вот из этого мы должны сделать такой бочонок мы просто берем сверху прижимаем и вот так прижимаем по бокам прокручиваем даже какой-то да даже такой какой-то квадрат получился куб не дошла вот отлично молодец вот это основа для нашего горшочка кашпо теперь мы с вами возьмем молодец возьмем с вами а возьмем другой цвет да но также можно использовать точно такой же цвет и скатаем колбаски колбаски любишь кушать или пить не важно так показывай мне колбаска должна быть такой длины чтобы мы смогли вот так обклеить в круговую наш горшок вот у амер уже готова теперь мы берем и эту колбаску вот из этой колбаски делаем ободок не давай еще чуть-чуть и помогу чуть-чуть удлиняем наверное да теперь вот так ты можешь обклеить вот бери вот так верхушку то есть это будет такой ободочек тебе помочь мне мелкую моторику развивать не надо поэтому мы можем на доске вот так потихонечку можно растягивать чтобы это было равномерная колбаска сейчас я тебе покажу и вот теперь вот так после того как вы приклеили ободочек нужно его чуть-чуть сделать таким плоским просто берем держи и мы так пальчиком по кругу прижимаем тем самым как будто мы защипываю такие делаем а я поняла из кирпичиков такие да то есть ты такой мастер-класс до проходила все вот я думаю что этого достаточно и теперь приступаем к нашему кактусу возьмем с вами нож и делаем шарик держи до горшочек можно отложить в сторону то сейчас мы делаем основу а там дальше уже если разыграет фантазии то это можно будет украсить можно будет сделать надрезы елочки и так далее да нужно размять чтобы он был немножко податливый очень мягкий да я смотрю у меня подмена такая хорошая да ну как у тебя успехи теперь делай шарик что-то еще тебе начать помочь давайте помогла дальше ты будешь а может быть вы хотите передать кому-то привет кому-то и все ну давай сначала маме перед этим скажем вам привет привет мам а еще кому хочешь передавать все больше бабули дедули всем бабулем и дедулем тоже надо передать чтоб не обиделись правда же передавай бабуля дедуля я скажу так держи катаешь аль ты не хочешь никому передать привет всем своим родственникам ты передала привет а кто будет смотреть вас по телевизору я не знаю больше папа и мама и бабуля потому что они лучше знают да они то есть они в курсе что тебя будут показать по телевизору правильно и в курсе ну я думаю что они расскажут еще и своим родственникам держи все готова ваша вот наш шарик теперь на этом шарике мы должны сделать ну постараться сделать такие надрезы крест-накрест давай я тебе покажу ой лишний постараться просто берем и достаточно глубокие вот такие надрезы делаем вот так раз два если смотреть сверху то получается в такой крестик плюсик помочь давайте работа с стеком немножко сложная так держи и после этого мы еще делаем вот здесь надрез и здесь надрез как будто мы разрезали пиццу на равные части для отмечения ну практически вот что должно получиться вот таким же образом можно делать и тыкву и теперь мы берем и чуть-чуть вот так прижимаем до чтобы вот эти дольки немножко раскрылись если вдруг у вас здесь слабые прорези но теперь достаточно вот такой глубоко прижать нож вот отлично только прижимая теперь и вот вот этот шарик вот смотри вот здесь сверху не сбоку а вот там где у вас вот это пересечение всех надрезов вот так так тыкву да как тыква и теперь мы приклеиваем вот сюда в горшочек приклеиваем вот сейчас мы будем ты опережаешь события так все сделала я думаю что он держится и теперь мы делаем цветочек цветочек давайте чтобы это было на контрасте наверное мы сделаем давай синий но тогда серединку мы сделаем желтую хорошо для того чтобы мы лепили с вами цветочек аккуратный красивый запомните сначала нужно лепить лепестки и только сверху нужно лепить середину потому что если вы сделать это наоборот то все лепесточки закроет серединку будет немножко неаккуратная работа как мы делаем цветочки давайте самый простой мы берем отщипываем небольшой кусочек катаем вот так пальчиком шарик и делаем вот таких пять шариков и выкладываем их ну на одинаковом расстоянии да то есть такой 5 лепестков в общем до 5 лепестковый цветок держи я тебе давай очагну ты катай шарик вот я себе уже сделала один да тебе нужна помощь почему я помогаю с меня на немножечко младше и у нас такая совместная работа думать большая девочка еще и хорошо ведешь передачу поэтому будем но есть нужна помощь ты скажи хорошо так я уже сделала три а у тебя сколько смотри вот такие шарики делаешь только покажи мне размер я посмотрю нужно делать не совсем маленькие смотрели на да нужно вот как горох маленький город наружи такой маленький а да не как перец дорожка вот такой маленький горох так у нас 4 хорошо будем играть в ассоциации держи дело еще один шарик давай скорее догоняй нас давай а кактусы вы знали что они бывают колючим вать не колючим у нас тоже дома кактусы колючий да и красный синий и красный а в мексике там где они растут в принципе где родина кактусов из кактусов делать все что угодно делать варенье делают напитки запекают то есть жарят все что угодно делать из кактусов очень много у них растет разных видов потому что наверное у нас не тот климат там же более сухой климат жарко там там они растут а здесь они же наверно с вас какие-то свои виды я думаю тот кактус который растет у ясмина вряд ли можно из него сделать варенье но они очень-очень-очень медленно растут мы такой малюсенький да все это готово теперь мы выкладываем вот таким образом на такие как раз вот смотри давай я сделаю так я тебе подсказку сделала так точечки а ты сюда приклеишь все приклеивай на эти надрезики вот так эти шарики чуть-чуть приминай молодец да вот я вот и мы у ясмины сделали немножко такой примитивный цветочек а амира делается защита то есть уже полностью готовый лепесток хорошо теперь смотри так прижимаем у нас 5 лепестков получилось лепесточков теперь серединку конечно сделаем желтую да да ну чтобы это было более ярко держи держи делай шарик по-моему тебе нужно больше тебя будет не 5 лепесточков прикажется так подержи ну что давай серединочку прижимать обязательно нужно прижимать хотя бы немножко чтобы произошло сцепление даже теперь мы возьмем давай сделаем надрезы если он будет примитивный цветок это же не знаете что он будет такой совсем детский держи только пока не показывай да у тебя вы здесь еще нужно сделать да для наших телезрителей да сюрприз смотри я тебе помогаю вот так еще тебе нужно сколько еще один по моему да держи такой экзотические цветов получился давай я думаю что мы сейчас еще добавим 2 серединочку делать у нее другой да они немножко другой смотри мы можем взять маленькие горошинки и украсить наш горшочек вот такими да то есть у нас будет а потом кашка в горошек просто украшаем потом мы сделаем еще один вид кактуса но почему-то сейчас мне кажется что он нас похож на кактус кастрюле такие были раньше кастрюли красные в горошек белые это вот или горшок я даже кактусы рисую маме так ты надрез делаешь то есть не вот такой а ты по два делаешь да по одному ты горшок будешь украшать я да только другого цвета ну давай смотри ну красный у тебя не сильно будет виден оранжевым нужно на контрасте что это значит а значит совершенно другой оттенок нужно взять пока девочки у нас украшают горшок сейчас мы быстренько сделаем еще один вид кактуса подкрашены может быть подкрашен как мы делаем подкрашены как давайте сначала мы сделаем с вами горшок пусть он будет у нас под горшок у нас сегодня будет наверное оранжевый красный или синий какой хотите красный или синий горшок синий все вот и спор разрешился у тебя будет красный тебе будет синий держи снова давай вот я тебе помогу разминай и готова и снова мы будем сейчас катать шарик ты хотел красный давай пока вот это откладываю сторону мы это все потом покажем держи держи дали до тебя делать шарик раз да размять нужно все мы сделаем точно такой же горшок чтобы особо не запутаться да я думаю что у нас нормально ну как тебе там обстоят дела шариком давай а еще можно еще лепить кроме пластилина из глины можно даже еще еще можно пить еще воздушный пластилина есть полимерная глина воздушный пластилин простая глина до архитектурная глина еще песок да если намочить из грязи тоже можно да из черноема если прям хорошенько его намочить это можно еще из тортика ну а кстати это тоже а масть мастика еще есть вот могли что-то вспомнила это тоже один из материал для лепки это съедобный есть поехали делаем то же самое прижимаем а давайте мы сделаем этот более такой вытянутый давай вот так для того чтобы мы вытянуты мы просто берем и с одной стороны прижимаем сильнее чем другой пусть будет квадратный горшок вот это круглый ну да чуть чуть не квадратный а овальный у нас будет такой перекручен получился только донышко нам нужно хорошо все теперь поехали смотрим что мы делаем с нашим горшком горшок у нас пускаю будет без ободочка ты будешь защипы делать хорошо чтобы был горшок красиво чтобы они отличались продажи теперь смотрите что нам понадобится для этого кактуса нам понадобится три кусочка пластилина разного размера так первый пускай будет большой держи делай из него шарик этот поменьше и пускай будет самый маленький дай шарик давай тебе то же самое ты здесь что делаешь ножки а он так не будет стоять тогда тебе нужно взять отщипнуть кусочек на двух ножках не может стоять на 4 так давай тебе тоже самое большая это как кашпо теперь так и посередине я поставлю так чтобы не поломался да не упал и и еще вот кусочек небольшой догоняй нас пожалуйста шарик делай шарик вот из этих частей нужно сделать шарик покажи так хорошо более-менее нормально не обязательно делать ну вот из того кусочка делай шарик не обязательно чтобы шарик был такой идеальный потому что сейчас мы будем его превращать такую небольшую колбаску сардельку колбаска это такая тоненькая а нам нужно более ну типа этого да из пластилина еще делать солнышко ну много что можно делать есть еще и сережку сережку ну или радуга ну можно делать в принципе какие-то объемные фигурки а также еще есть пластилинография пластилинография это что это в принципе то же самое что красками только раскрашивают пластилином размазывают приклеивают то есть там тоже своя техника мы садики тоже так делали держи и еще один кусочек так теперь мы возьмем самый большой кусок и вот так пальчиком он еще маленький он будет маленький ну там три разных размера и мы должны сделать вот такую вот колбаску толстую и теперь посмотрите что вы делаете верхняя часть вы должны хорошенько вот так прижать а к низу вот так уже поменьше и вот здесь сделать такую защиту я опять сделаю такую колючую лопатку я делаю колючую лопатку покажи мне смотри вот здесь верхушку сильнее делай здесь поменьше вот держи первую часть вы приклеиваете вот сюда в серединку это другой как да это другой вот так в серединку да только хорошенько приклеиваете чтобы не отвалился я знаю какой это кактус это вот такой все правильно и теперь вы должны сделать какую-то фактуру фактуру ну то есть поверхность просто возьмите и сделайте вот так ножом такие надрезики там еще а я сделаю смотрите я сделаю колючки сделай колючки давайте там еще два истучка вот но колючки очень хорошо получается тогда когда вы просто быстренько вот так вот проходите по поверхности пластилина и вот такие вот колючки вот они торчат держи ой я пальчик тормала давай а это зачем давай скорее это сделаешь а потом делаешь надрезы хорошо а потом там друг а это зачем так давай догоняй нас теперь мы берем средний кусочек все и делаем молодец смотри теперь бери средний кусочек делаем все то же самое катаем колбаску небольшую делаем защит здесь придавливаем вот так хорошенько прижимаем вот так нет мы не будем на нас кидать и его куда хочешь приклеить сбоку куда-то вот и делаем все то же самое вперед делаем такие надрезики поехали аккуратненько так так на как все надрезики давай вот так давай надо конечно у нас же с двух сторон ага так хорошо молодец теперь делаем надрез и что мы делаем еще мы то же самое да проворачиваем шарик превращаем его в маленькую такую колбаску зажимаем и давай куда хочешь приклеить приклеим сюда давай чуть повыше чтобы было интересно вот так это тоже и все и делай такие же надрезики аккуратненько давай прижми вот смотри наверху нужно нажать смотри подожди дай-ка вот а здесь вот так как листочек и тебе красиво будет если ты его сюда приклеишь вот так и делай такие же надрезы нам осталось только украсить горшок и все будет идеально я думаю что мы возьмем с тобой желтый а ты какой хочешь взять синий и мы сделаем просто красивый ободочек молодец смотри желтый цвет катаем тоненькую колбаску ты тоже бери ну синий катаем колбаску да мягкий а теперь смотри вот так возьми и сделай вот такой ободочек приклеивай и потом пальчиком можешь вот так прижать вот так прям к синему вот так потихонечку прям по кругу прижимай молодец покажи мне это будет у тебя слишком такая толстенькая колбаска давай уберем кусочек делаем равномерно молодец сейчас мы будем уже хвастаться и показывать наши кактусы осталось только дело за малым красивые вот это я думаю да а ты кому подать шевер делай я подарю бабуле и маме бабуле и маме без намека на то что они колючие да 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 а с намеком что они такие красивые необычные и эксклюзивные мы закончили с девочками лепить давайте покажем какие классные работы получились у нас вот положи меня сюда на ручку я покажу вот сюда давай так давай сначала твой покажем да как будто в котелке как будто пламя огня да такой кактус получился и такие такой экзотический цветок тоже получился у этого кактуса так это амиры плантация и теперь покажем ясмины это вообще похоже на ушки правда же да такой смешной кактус и такой миленький пузатенький кактус таким же цветочком он красивый да они вообще у вас все красивые и необычные если поставить их рядышком он намного легче лепится правда же да если их поставить рядышком то получится цветочный магазин вот ну что ж такие работы получились у наших девочек девочки вам понравилось да еще придете ко мне на передачу да ну а мы с вами прощаемся и говорим что пока 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 а ну